Всем привет, это SB1813 или ProSign. Продолжаем реакции из пачки и смотрите-ка кто у нас тут группа, которую я слушаю задом наперед. Слип токена называется и в трек Alkaline. С этого трека в принципе все начали слушать, а я к нему сейчас буду приходить спустя, сколько там, 5 реакций на них и альбом новый. Да, я его еще не слушал, я их даже не помню. Я просто послушал их новый альбом, он прикольный, прям я об этом уже говорил. А старый я у них ничего не слушал. Он же, по-моему, с предыдущего альбома, или я все напутал. Короче, юзер не буду дальше читать. YouTube, иди нахер, короче, со своими юзерами. Верни, пожалуйста, верни стену, дуров. Короче, написал, что удивило тебя и, наверное, очень многие, что они собрали там очень много прослушиваний за пару месяцев и так далее и тому подобное. Слушай, я лично этому не удивляюсь. Я сейчас не хочу выпендриваться от того, что я в музыке давно или что-то шарю. Скорее нет, но просто как-то у меня с этим нет удивления. Я знаю группы, которые там за месяц добивались офигительных успехов. Причем даже, знаешь ли, далеко не ходя, даже у нас в России есть такие группы, просто как бы, ну, надо делать, надо делать. Просто люди, которые там занимаются, опять же, ну, берем там роком, металлом, да, или металлкором, даже каким-нибудь условным, они такие, вот, все продажные, все, вот это вот, там вот одно, второе, третье, а мы с нашей группой работяги обычные, ничего не можем сделать. А потом ты смотришь на них и такой, ребят, а вы что-нибудь делаете? Они такие, ну, да, репы, ездим. И вот как бы, а потом спрашиваете, почему группа у нас не поднимается за два месяца? Потому что никто никогда не делает. Ну, вот, и так, в принципе, везде. То есть ты спрашиваешь человека, а ты делаешь что-то для того, чтобы, ну, вот, подняться, что-то сделать, ну, типа, известным стать? Ну, он такой, ну, я там дома сочиняю песни. Молодец, как бы, сочиняй дальше. Вот, как бы, музыка же не заканчивается на сочиниться песен, на репетициях и на каких-то местечковых гигах. Надо делать, как бы, если ты хочешь стать рок-звездой, собирать в стадион, надо, ну, типа, поднапрячься. Вот Sleep Token поднапрячься. Да, сейчас бы сказать, не сказать. Короче, у них в этом плане все нормально. И я просто не знаю, может, за них взялся какой-то офигительный продюсер изначально. Потому что, опять же, мы же не знаем под масками, кто там, да, может, там они все продюсеры офигительные и друг друга тянут. Может быть, и нет. Не знаю, но для меня, как бы, вот то, что они поднялись за пару месяцев, там, очень суперкрутыми стали и так далее, я такой, типа, ну, это не первая группа, которая так была. Как бы, я за них рад, потому что они делают достаточно интересное музло. Ну, и, скажем, это не какие-то, знаете, очередные там альтерокеры, да, а у них реально интересное музло. Поэтому я рад, что они его массу так понесли, и что внешка у них прикольная. Но, как бы, почему бы и нет, почему бы и нет. Так что, да, короче, давайте сейчас посмотрим трек Alkaline. Наконец-то там будет клип. Это первый клип у меня их на реакции, потому что остальные были вот эти вот визуалайзеры странные. А клипы я у них еще не смотрел, так что заценим клип, заценим трек. Но трек я, наверное, все-таки слышал, но тем не менее. Короче, бро. Сидит. А вообще, вообще, ребята, я вам хочу так сказать. Скорее всего, это просто коммерческий проект. Ну, типа, понятно, что сейчас 80% металлеров меня не поймет, что, типа, ну, ничего, они же металл играют. Но, скорее всего, это просто коммерческий проект ради денег. А коммерческие проекты ради денег делают хорошо, на самом деле. Очень хорошо. Вспомнить только какой-нибудь там Топио-хотель. И они тоже поднялись с первых релизов. Так что, это, наверное, скорее про вот эту историю. Просто тут еще музон хороший. Какой-нибудь крутой продюсер или крутой сонграйтер решили позаработать деньжат. Почему нет? КОНЕЦ Мне вокал его нравится, чистый. Он прям супер необычный для кора. То есть это скорее для какой-то, как раз, поп-музыки, какой-нибудь R&B. Такое подошло бы. А он поет вот эти вот штуки очень модненькие, а на фоне там вот такой джентик играет. Это прям очень хорошо. Не, мне вообще нравится, как современный ну, современный метал начал комбинировать вот это все некомбинироваемое, скажем, для трушных. Когда ты берешь какой-нибудь там Bits R&B, собственно, да, или какого-нибудь там такого технопопа и приправляешь его гитарками и получаешь офигительный какой-нибудь современный industrial, почему бы нет. Блин, на паука-то того покажут, который там большой паук какой-то был. Вот этот. Или только ножки его. Так, ну что, вот мы смотрели, послушали трек Alkaline от группы Sleep Token. На самом деле не самый лучший трек. Он такой, типа, просто... Ну, неплохой, неплохой. Такой достаточно мелодичный и тянущийся. Хотя я думал, что он будет больше. Блин, я, честно говоря, не помню даже его. Может, я его и не слышал, на самом деле, никогда. Не знаю, не знаю. Ну, вот опять же, вот опять же, просто поставьте сюда какой-нибудь, знаете, такой обычный вокал. То есть не вот этот, который тут был, да, такой более интересный, а вот просто какой-нибудь обычный вокал или, может, какой-нибудь экстремный. Ну, какой-нибудь, знаете, из этих, блин, из Volums'ов что-нибудь такое. Типа, Volums' подобный вокал сюда поставить. И экстремный. И все, и трек, на самом деле, будет очень неинтересным, во-первых. А во-вторых, а во-вторых, он, в принципе, не очень интересен, давайте уж иди, если честно. То есть, ну, сам трек, инструменталка, тут типа такая просто джи-джи-джи, там, на фоне Ambient полетал. Как бы, и в принципе, и все. Тут больше, наверное, клип берет и вот, собственно, вокал. Сочетание вот именно такого вокала с такой музыкой. Так что, все-таки, все-таки, мне кажется, у них эта история не про то, что они какие-то там охренеткие интересные треки делают. Нет, треки, у них половина треков, на самом деле, тот еще проходняк. Ну, честно, я послушал альбом, у них типа есть, ну, прям бенгеры, прям офигительные штуки, интересности. Но половина альбома такие, просто обычные джинтушки, и как бы ничего интересного. Как по мне. То есть, я лично все это уже до этого слышал. Так что, нет. Или это коммерческая история, или это продюсерская история, или, ну, не знаю, не знаю. Или чуваки просто, ну, реально взяли такие, типа, давайте сделаем прям, чтобы весь мир стать известным. И просто начали там одно, второе, третье, четвертое. Ну, явно не это. Идея тут была не то, чтобы написать какой-то хит, знаете. У них нет хитов-то по факту. Ну, то есть, чего-то такого, что вот я сколько их переслушал, я пока не запомнил еще ни одного припева. Знаете, просто есть группа, ты такой слушаешь, вот они максимально говено звучат, но все, и у тебя на всю жизнь припевы в голове. Вот, причем вообще металл, там, поп-группы и так далее. Вот у слепнокенов пока такого не было. Они круто звучат, но не запоминаются лично для меня. Так что, так что, не знаю, не знаю. Такие вот они странные. Но я не говорю, что, типа, они плохие ни в коем случае. Они офигительные, офигительные. Я их открыл для себя тоже, послушал прям очень хорошо. Но не топ-1, знаете, не самая лучшая группа, не самая интересная. То есть, ну, для некоторых, особенно для тех, кто металл, например, слушает не так много, они, скорее всего, да, вот топ-1, и все-таки офигевают, как может быть такая группа существовать, как они могут так круто делать, как бы флагом в руки, они молодцы. Но нет, я знаю группу интереснее. Так что вот так. В любом случае, спасибо всем, кто посмотрел реакцию. Случай, если вам понравится, нравится, нравится, с вами все знаете. Блин, я посмотрел клип про пауков, и теперь кажется, что там кто-то полз. Фу. Короче, все, я пошел. Пока. Продолжение следует...